Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на Игрите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Бог может использовать любого, а не только какого-то конкретного человека. И Павел на самом деле демонстрирует это в том, что пишет в заключительной части 2 главы в Послании к филиппийцам. Павел понимает, что он в тюрьме, но это не значит, что служение остановилось, что ничего не может происходить в той общине, если его там нет. Он знает, что у Бога есть другие верные, другие мужчины и женщины Божьи, которых Бог использует могущественным образом. И различные вещи, которые делает он, могут делать и они. Осуществление служения, победа, духовная победа зависит не от человека, а очевидно, что зависит от Бога. Бог может использовать разных людей, двигаться и действовать через них. Через любого верующего, принявшего Духа Святого, Бог будет делать великие вещи. Павел знает, что это так, и поэтому делится тем, что он делает в последней части 2 главы Послания к филиппийцам. Так что с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Послание к филиппийцам, 2 главу. На прошлой неделе мы закончили занятие разговором об уникальном поклонении, о радостном поклонении. И Павел говорит о том, чтобы послать к ним кого-то, поскольку он в тюрьме, хотя у него есть ожидание, что он не умрет там, что Бог выведет его, что он снова придет в эту общину, и они снова увидят его лицо. Тем не менее, в это время Павел хочет что-то сделать. Он думает об этой общине, о том, что самое лучшее для них. Так что посмотрите вместе со мной, 19 стих. 2 глава Послания к филиппийцам, 19 стих. Он говорит, «Надеюсь же в Господе Иешуа». И это что-то говорит нам. Почему Павел сказал это именно так? «Надеюсь же в Господе Иешуа». Потому что вся надежда коренится в нем, в его господстве и в том факте, что он правит над всем. И все, что будет сделано, должно прийти через его разрешение. Так он говорит, «Надеюсь же в Господе Иешуа вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я». И здесь слово «душа» и «хороший». «Хорошая душа», то есть хорошее умонастроение. Вот что передается здесь. Павел, обращаясь к этой общине, завершая вторую главу, хочет, чтобы они понимали. Он озабочен тем, что у них нет духовного лидера, который может сделать для них столько, сколько он и говорит. «Я в узах, я в тюрьме. А потому надеюсь, что смогу вскоре послать к вам Тимофея, дабы мне». Мы можем перевести это очень простым образом. «Дабы мне быть в хорошем умонастроении, узнав о ваших обстоятельствах». Итак, он хочет, чтобы Тимофей пошел к ним и хочет узнать, как идут дела в этой общине. И опять-таки, Павел в тюрьме. Это была нелегкая ситуация. Я имею в виду, что частью пребывания в римской тюрьме было то, что заключенный там нуждался. Он был в нужде. Это тяжелая, трудная ситуация. Но Павел не думает о себе, а о них. Он говорит, «Я озабочен и хочу узнать о ваших обстоятельствах». 20 стих. «Ибо я не имею никого». И он использует слово «с равной душой». Так здесь буквально сказано. Он говорит о человеке, который может послужить, как Павел, такого же полезного, как он. Ибо он знает ваши обстоятельства. И что он может делать? Последняя часть стиха. «Он будет искренне заботиться о вас». Он говорит, что нет никого с таким же, как у меня, усердием, как Тимофей. Он знает о вас, а потому сможет позаботиться обо всем. Этот термин означает служение. Он сможет позаботиться обо всем, что касается вас в этой общине. «Потому что все ищут своего». Так большинство людей, что они делают? Он говорит, что у многих людей склонность искать своего, а не того, что угодно Мессии Иешуа. Они эгоистичны, и это правда. Если мы возьмем в контексте, Павел признает, что среди так называемых служителей и слух много таких, которые больше сосредоточены на себе, чем на тех, кому они призваны служить, кого они призваны благословлять и влиять, наставляя в деле Божьем. Так что многие ищут своего, а не того, что угодно Мессии Иешуа. Но он хочет сказать, что в отношении него есть доказательства. Какое? Он говорит, я хочу, чтобы вы знали, что в отношении Тимофея у меня есть доказательства того, что он служил мне как сын отцу. О чем он говорит? Павел говорит, что у него отношения с Тимофеем как отношения отца и сына. Павел – отец, Тимофей – сын. А какая идея сыновства? Что сын чтит отца и продолжает его дело. Тот, кто приносит славу отцу. Тут речь не о том, что Павел хочет славы, а о том, что Тимофей продолжает дело служения так, как это угодно Богу, согласно его воле. Он говорит, его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. 23 стих. «Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной». Итак, он говорит, я хочу послать к вам Тимофея, но вначале мне надо узнать о своей ситуации. Потому что Павел, опять-таки, он в тюрьме, и ему нужен тот, кто будет заботиться о нем, приносить ему еду, потому что иначе он будет голодать в тюрьме. Павел говорит, «Мое намерение – скоро послать его к вам, как только пойму, какая ситуация со мной». Он говорит, «А затем я немедленно сделаю это». 24 стих. «Я убежден», то же самое слово «уверен», «я уверен в Мессии, что и сам скоро приду к вам, скоро увижу вас». Так что Павел знает, и он утверждал это ранее, что это не будет его конец, он не умрет в этой тюрьме, но у него ожидание, что он будет освобожден и придет к ним. А пока что считает необходимым, чтобы он что-то сделал. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Опять-таки, он говорит, «Его я пошлю вам, поскольку...» Обратите внимание, что он, как и Павел, имеет великую любовь к этой общине. Смотря на это местоописание, мы видим, что люди, которых Бог использует могущественным образом, это люди, которые любят других. они способны убрать свой взор с себя, со своих обстоятельств и сосредоточиться на других. Не так ли начиналась вторая глава? Взирая на Мессию, и нам дано увещевание иметь те же мысли, что были у Мессии Иешуа, должны быть и в нас. Он не думал о себе, но смирился и уничижил себя, будучи послушным Отцу даже до смерти крестной. С чего начался этот отрывок? С увещевания считать, почитать других более важными. Так и поступил Мессия. И в результате – крест, в результате – спасение. Мы видим, что делает Павел, и приходим к выводу, что у этого человека тот же самый мыслительный процесс. Посмотрите 26 стих. «Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том». О чем? О том, что до вас дошел слух о его болезни. Имеется в виду, услышав о том, что он болен, вы молились, выходатайствовали. 27 стих. «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня». Павел говорит здесь следующее. Он свидетельствует, что Бог помиловал не только этого человека, слугу Павла, а и его соработника, благовествования. Но знаете, что еще? Павел говорит, «Бог помиловал и меня, чтобы не прибавилось». Продолжаем читать. «Чтобы не прибавилось мне печаль к печали». То есть, если бы умер этот человек, бывший при смерти, то это принесло бы много печали апостолу Павлу. 28 стих. Он говорит, «Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее что печален». Павел говорит, «Вот моя бедственная ситуация. Я хочу, чтобы Тимофей, этот чудесный слуга, у которого те же мысли, что у меня, он верный, и я хочу, чтобы он пришел к вам. Но этого не будет, пока я не пойму, какая ситуация моя. На это время у меня есть другой человек. Вы знаете его, любите его, и он, как говорит о нем Павел, не только сотрудник и сподвижник его в этом служении, но также он уникальным образом говорит этой общине в Филиппах. Он ваш посланник. Он тот, кто берет библейскую истину и дает ее вам. Итак, Павел говорит, он очень желает прийти и увидеть вас. Он был опечален тем, что вы знали, что он болен и признете. Но Бог исцелил его, и теперь я посылаю его вам, чтобы вы, увидев его, возрадовались, и чтобы я был менее печален. 29 стих. Посему Павел дает увещевание, и он говорит, «По всему примите его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении». Павел говорит, что такой человек достоин чести и уважения. Примите его, приветствуйте его, оказывайте ему, что надлежит. И вот ключевой момент. Он представитель Царства Божьего. Этот человек продемонстрировал общине, продемонстрировал перед апостолом Павлом, что он посвящен, что он, и помните эти термины. Павел не использует их легковесно. Вернемся к 25 стиху, где он говорит, «Я почел нужным послать к вам Епафродита, брата, сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника». Так что Павел говорит, что он уникальным образом трудился со мной ради вас, а потому примите его, как других достойных уважения. Потому что 30 стих «Ибо он за дело Мессии был близок к смерти, подвергая опасности жизнь». Так что Павел говорит об этом человеке и о себе. Он говорит, что и у него такой же подход к жизни. Он не придает значения вещам этого мира и не беспокоится о том, что был близок к смерти. На чем он сфокусирован? Он сфокусирован на деле Мессии. Он за дело Мессии был близок к смерти, подвергая опасности жизни. И вот ключевой момент, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. так что Павел объявляет очень смелым образом, что этот человек полезен для всех, и он не думает о своей жизни. Его не заботят вещи этого мира, но его заботит то, чтобы делать Божье служение. Он человек, сосредоточенный на правильных приоритетах. Снова посмотрите 30 стих. «Ибо он за дело Мессии был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Павел говорит, что он был благословением для вас, потому что то, что вы не могли сделать для меня, он сделал. Любовь, которую вы все имеете ко мне, вы не смогли явить в полноте, не могли действовать согласно ей. Этот человек взял это на себя, чтобы сделать реальностью в моей жизни. И знаете, что это говорит нам? Это говорит нам то, что Бог так верен. Он Бог дающий обеспечение. Вы понимаете это? Когда мы не способны, может у нас какая-то ответственность, и мы очень хотим исполнить ее. Мы очень хотим, чтобы это осуществилось в реальности, но случаются какие-то обстоятельства, что-то происходит, что-то это не было, и мы не можем исполнить. Если мы искренне и поистине есть противодействие, законная причина, почему мы не можем исполнить, то будьте уверены, что Бог, который знает все и присутствует везде, Бог, у которого нет ограничений, Он это знает и использует другого. Об этом и говорит Павел. В этом последнем стихе, в последних двух стихах, на самом деле, Павел говорит о верности Бога в обеспечении своего народа. Если есть люди, которые готовы, Бог использует их или других, если первые не могут, для того, чтобы его цели стали реальностью. А как нам реагировать? очень просто. Нам необходимо быть людьми, которые не боятся, не беспокоятся. Нам не следует тревожиться и переживать о том, что, как кажется, не осуществится. Ведь Бог никогда ни о чем не беспокоится. У Него всегда есть способность, всегда есть способы осуществить то, что Он желает. Он может это сделать. Помните, что сказал Мессия? Когда люди закричали, превозносили Яшуа, лидеры пришли и сказали, скажи, чтобы твои ученики замолчали. Он сказал, знаете, если они замолчат, камни будут возносить хвалу. Как видите, Бог может взять невозможное для людей и осуществить это как в духовной сфере, так и в человеческой. Бог не ограничен. И часть того, что Павел говорит им, рассказывая об этом сотруднике, сподвижнике в благовестии, он говорит, что этот человек обеспечен не от Бога. Он был таковым для моей жизни, когда вы были не способны послужить мне, когда вы были не в состоянии восполнить мои нужды. Бог привел его ко мне, он же послан и вам. И здесь он не раз говорит, что это не в первый раз, потому что он близок, он близко знаком с этой общиной. Потому Павел называет его ваш посланник. И он говорит, «Он вошел в мою жизнь, послужил мне, когда вы не могли». И все это для того, чтобы заявить о верности Божьей. А что в этом для нас? Очень просто. Нам необходимо черпать уверенность и знание о том, что наш Бог смотрит за нами, он знает о наших нуждах, испытаниях, ситуациях. И когда тот, на кого мы надеялись, поможет нам, посодействует, обеспечит, и даже если он не сможет, Бог поднимет другого. Нам незачем беспокоиться о ситуации. У Бога все под контролем. Вот что нам в это время надо делать. Когда мы видим ситуацию, смотрим на нее и говорим, ой-ой-ой, этого не произойдет, я-то думал, что Божье обеспечение придет через него, но вот этого не произойдет. Вместо того, чтобы беспокоиться, бояться и разочаровываться, вы знаете, что вам следует делать? Просто стать на колени перед Богом и начать благодарить его, хвалить его, воздавать ему славу, утверждать о вашей уверенности в нем, что Бог даст обеспечение, восполнит вашу нужду, он восполнит ее другим образом. Понимаете, вот библейская истина. Когда мы надеемся на людей, то есть слово в Библии «михшол», «михшол» уникально связано с мужчинами и женщинами. Что значит «михшол» на иврите? Препятствие, камень преткновения. Живя в этом мире, мы встречаем много камней преткновения, много препятствий. Знаете, что, с Богом так никогда не бывает. Для Бога нет никаких «михшол», нет никаких препятствий и камней преткновения. Какое великое местописание, я так часто цитирую. Богу все возможно. Бог никогда не беспокоится, никогда не впадает в панику, Он никогда не говорит, что мне делать, такого я не предвидел, я не знал. О таких предложениях Бог никогда не думает, никогда о них не говорит, потому что Бог все знает и все может. Если такова Его воля, так и будет. А вот что Богу угодно, чтобы мы были в ожидании. Помните, что мы прошли из слов Павла несколько недель назад? Он говорит, имея серьезное ожидание и надежду. Таковы должны быть утверждения от нас в одной ситуации, серьезное ожидание, что Бог восполнит, в другой библейскую надежду, укорененную в слове, основанную на нем, утвержденную на нем, на обетованиях Божьих, что Бог ответит так. Если не сегодня, то завтра, если не завтра, то на следующей неделе, но в надлежащее время Бог станет действовать и обеспечит. Итак, мы видим, что в последней части, второй главы, послания к филиппийцам, Павел говорит об обеспечении, об обеспечении для служения, чтобы оно было осуществлено для него, осуществлено для этой общины. Бог найдет человека, если не этого, то другого. Но есть люди, слуги Божьи, которых Бог использует для своих целей. И нашим откликом на это должна быть уверенность. Глядя на эти первые две главы послания к филиппийцам, мы видим, как часто Павел на английский это, вероятно, переведено двумя разными способами. Мы можем говорить об уверенности, мы можем говорить о доверии, мы можем говорить об убежденности. Как бы это ни было переведено в вашей Библии, это тоже самое библейское слово на греческом. И это несомненная уверенность в том, что Бог верен. И если Он хочет, чтобы это произошло, если хочет этого обеспечения, если хочет, чтобы это служение осуществилось, то не имеет значения, какие препятствия, не имеет значения, что делает враг, это будет сделано. И вот чем я хочу закончить. Какая привилегия, какая радость быть использованным Богом. Также это мы видим в данных стихах. Были люди, которых Бог использовал. И эти люди, знаете что? Павел предупредил общину, только верный служитель может сделать такое утверждение. Он говорит, делайте все без ропота и споров, просто откликайтесь. И знаете, почему Павел говорит это? Потому что таким был его подход к служению Богу. Он не спорил, он не роптал, потому что знал, что возможности слушаться Бога это источники радости. Вы слышали? Я имею ввиду, что это то, что вам на самом деле надо усвоить. Каждый раз, когда Бог дает вам возможность послужить, знаете, что Он вам предлагает? Радость. Но если мы начинаем спорить, сетовать, тогда возможность уходит, исчезает. И мы упускаем то, что было дано для нашего удовлетворения, довольства, действия Бога для нас. И вот последнее, чем я хочу закончить, и это следующее. Когда мы служим другим, Бог служит нам. Вы понимаете это? Когда Бог дает вам возможность кого-то благословить, кому-то послужить, Он тем самым говорит, я хочу благословить тебя, послужить тебе. Когда же мы думаем, нет, у меня нет времени, нет, не это я хочу делать, это не для меня. Мы тем самым говорим, Боже, это не то время, чтобы послужить мне, не то время, чтобы благословить меня, в это время я не хочу твоего присутствия в моей жизни. Как это глупо. А вот как нам необходимо смотреть на жизнь. Как на возможности служить, возможности принимать Божье присутствие, Его обеспечения в нашей жизни. Так будьте такими людьми, о которых мы прошли, посвященными целям Божьим. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть вам видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.